Айчай Шин Туран и Фуркан Андыч в новом фильме. Дамла Саннис стала партнершей Эртана Сабана в сериале «Плохая кровь». Гюльсим Али и Гиркен Севиндык приступают к съемкам фильма «Запах прошлого». Добрый день, друзья! В эфире наша рубрика «Ежедневные новости турецких сериалов». Я отвечаю на ваши вопросы по вторникам, ну а в остальные дни вы можете следить за новостями Турдизи в нашей группе. Подпишитесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Берсен Алтунташ раскрыла причины, по которым четверо актеров покинули популярный сериал «Клюквенный шербет». Наибольший резонанс вызвал уход Иита Кыраджи, после того, как продюсерская компания не смогла удовлетворить его финансовые требования. Согласно слухам, актер предпочел добровольно распрощаться с командой после провала переговоров. Тем временем Серкант Инмас, исполнитель роли Умута, завершил свое участие в сюжетной линии сценария. Мюжде Узман оставила проект из-за чрезмерной усталости. А Селин Тюркмен, игравшая Чимен, приняла решение сосредоточиться на продолжении образования. Насколько я поняла, единственный актер, который должен был в конце сезона покинуть проект, это Серкант Инмас, поскольку действительно история с Умутом подошла к логическому окончанию. То, что, к сожалению, из проекта уходит Иит Кыраджи, который исполнял роль Рюзгара, очень не понравилось поклонникам проекта. Но, видимо, продюсер пожалел лишнюю копеечку или лишнюю лиру, и в результате мы лишились очень перспективной сюжетной линии. Но я надеюсь, что сценаристы смогут справиться и найдут Нур-Семе, нового героя, который ее утешит. Что касается Селин Тюркмен, у нее была достаточно интересная сюжетная линия. Но понятно, что если девушка хочет продолжить свое образование, то это, естественно, в приоритете, и она не обязана оставаться в проекте, тем более, что она не главная героиня. В любом случае, Клюквенный Шерпет сделает финал сезона уже завтра и вернется на экраны в следующем сезоне, надеюсь, с еще более интересными героями и еще более интересной историей. Нургуль Ешильчай, которая в последний раз появлялась в сериале «Прощальное письмо», выходившем на телеканале «Канал Д», где она блестяще сыграла роль Аланур, привлекает внимание поклонников забавными публикациями в своих социальных сетях. Недавно актриса написала, что устала плакать в драматических проектах и теперь хочет сниматься в более веселых работах. «Я сосредоточилась на социальных сетях, там мне очень весело», призналась актриса. «Я не хочу больше играть в драмах, я так устала плакать. В последнее время я читаю много сценариев, но там очень много драмы. Я хочу проект, где будет весело играть. Мне так скучно все время плакать и плакать». Кстати, в фильмах Нургуль достаточно часто снимается в комедиях и любит этот жанр. Но в сериалах комедийный жанр — это очень редко. Да, действительно, раньше были комедийные сериалы в Турции, но комедия, которая идёт час и комедия, которая идёт два часа, — это немножко разные комедии. К сожалению, сценаристы турецкие так и не научились писать комедии, которая может удержать внимание аудитории на протяжении двух часов. Да, я думаю, что никто в мире этого сделать не может. Поэтому комедийный жанр постепенно сошёл на нет вместе с увеличением длительности серий. Условно можно сказать, что летние проекты можно считать более лёгкими комедийными. Но, как мы видим, к сожалению, летние комедии тоже сошли на нет из-за финансовых проблем, которые в последнее время испытывает турецкий шоу-бизнес. Посмотрим, что Нургуль выберет, но у меня предчувствие, что ей придётся согласиться на очередную драматическую роль и плакать дальше. Стала известна информация о новом проекте «Айчи Айшин Туран» и её партнёре. На церемонии вручения премии L-Style Awards актриса объявила о том, что этим летом будет занято в новом проекте. Айча сыграет главную роль в художественном фильме «В тени 39 градусов», где её партнёром выступит Фуркан Андыч. Съёмки будут проходить в Исмере, а премьера фильма состоится на цифровой платформе Amazon Prime. Съёмки начнутся в первую неделю июля. Я напомню, что Айча Айшин Туран и Фуркан Андыч уже работали вместе в 2017 году, снимались в сериале «Мирьем». На самом деле, Айча не так сказала. В данном случае это, кстати, информация о Берсен Алтунташ. Но Айча сказала, что она будет готовиться к новому проекту, съёмки которого начнутся зимой. Так что явно речь идёт не о фильме, который будет сниматься вот-вот накануне, то есть через пару недель. Обычно турецкие фильмы снимаются достаточно короткие сроки, и я не думаю, что этот фильм займёт много времени. После чего Айча, видимо, уже начнёт готовиться к сериалу, который начнёт сниматься уже зимой этого года. Но в любом случае я очень рада, что Айча и Фуркан будут работать вместе. У них получилось прекрасное взаимодействие в сериале «Мирьем». И я думаю, что в фильме, если, конечно, сценарий не подведёт, у них также получится поработать, и прекрасная пара снова объединится на экранах, порадовав всех поклонников. Так что я вас поздравляю с очень хорошей новостью. Прекрасная новость для поклонников «Биржи Акалай». Цифровая платформа Netflix объявила о старте съёмок второго сезона популярного турецкого сериала «Кладбище» с «Бирже» в главной роли. Я напоминаю, что ранее говорили о том, что будут снимать сразу два сезона. Надеюсь, не обманули. Посмотрим, оправдаются ли надежды поклонников. И надеюсь, что сериал не будут долго тянуть с выпуском, а покажут в начале следующего года. Не раньше, конечно, поскольку Netflix предпочитает очень долго готовить сериалы к выпуску. Пост-продакшн занимает иногда год, иногда даже полтора. Вспомните сериал «Шахмаран», который обещают выпустить только в конце этого года. Уже затянули, я уж не знаю, на сколько времени. Но надеюсь, что с «Кладбищем» будет чуть-чуть повеселее, и мы увидим этот проект уже в начале следующего года, поскольку это всё-таки мини-сериал. А с мини-сериалом таких больших проблем с пост-продакшном обычно не бывает. Успешный турецкий телевизионный сериал «Дикий» продолжает завоёвывать популярность за рубежом. На этот раз права на показ проекта приобрёл Иран. Транслироваться он будет на телеканале «Джем ТВ». Очень известный телеканал. Я рада, что сериал осваивает зарубежные рынки. И, кстати, вот вам ответ на вопрос, почему всё-таки сериал продлили на второй сезон, несмотря на то, что в конце рейтинги упали и довольно сильно. Похоже, зарубежные продажи настолько хороши, что телеканал «Нау» решил рискнуть и пустить на второй сезон. Но это не означает, что если рейтинги упадут ниже определённого уровня, его не закроют через пару серий. Такие случаи в Турзизе, увы, тоже случаются. Так что будем держать кулачки и надеяться на то, что сериал действительно вернётся на второй сезон сильной истории. Съёмочная команда популярного турецкого телесериала «Предательство» завершила работу над проектом. Актёры и съёмочная группа попрощались друг с другом после финального дубля. Сегодня зрители увидят последнюю серию проекта. Я напоминаю, что сериал продержался в эфире два сезона. Во многом благодаря участию замечательных актёров и прежде всего этого Хиде Перчин и Эрджал Кесал, что ещё раз подчёркивает значимость актёров подобного уровня на турецком телевидении. Да, они не молодые, но именно эти актёры и держали аудиторию. Сериал не пользовался большой популярностью в российских социальных сетях, но в Турции он имел свою аудиторию, причём очень стабильную. Я, честно говоря, предполагала, что он пойдёт на третий сезон, поскольку рейтинги были очень неплохие. Не скажу, что хитовые, но неплохие. Но, видимо, Вахиде Перчин решила завершить этот проект, и её можно понять. Премьера мультфильма «Наизнанку 2», в котором Гюпси Азай озвучила персонаж «Грусть», состоится в кинотеатрах Турции 14 июня. Я напомню, что это мультфильм от компании Disney и Pixar. Первая часть, кстати, тоже озвучивалась в Гюпси Азай для Турции. Мировая премьера состоится 12 июня 2024 года. Ну и в Турции премьера состоится через два дня. Надеюсь, этот мультфильм придётся по вкусу турецкой аудитории. Гюльсим Али и Гюркем Севиндик исполнят главные роли в фильме «Запах прошлого». Гюркем сыграет Салиха, а Гюльсим воплотит на экране образ Алины. Также в фильме снимутся Эмир Бенделе Леолу в роли Мурата и Зейнев Эльчин в роли Айше. Съёмки фильма, которые пройдут в Скопье, столице Северной Македонии, начнутся 27 июня. Насколько я понимаю, в очередной раз будет рассказана история югославского конфликта с турецкой точки зрения. Турки очень часто выпускают такие фильмы. Посмотрим, насколько получится этот. Но они пользуются популярностью в основном в самой Турции и в странах, которые относятся к турецкому влиянию. Надеюсь, что фильм окажется интересным и для международной аудитории. Бирсен Алтунташ сообщает, что Дамла Санмес присоединилась к касту сериала «Плохая кровь» Кутюхан, который компания НТС Медиа готовит для телеканала НАУ. Главную роль исполнит Эртан Сабан, сыграв персонажа по имени Картал. Дамла воплотит на экране роль Назан. Режиссером сериала станет Ча Тайтосон. Сценарий пишут Илькер Арслан и Барыш Эрдаан. Съемки начнутся в конце июня, а премьера запланирована на сентябрь. Я буквально вчера говорила о том, что Дамла предпочитает сниматься в сериалах на цифровых платформах, но, похоже, на этот раз она решила вернуться на телевидение. Решение достаточно меня удивило, но и порадовало. В конце концов, турецкие актеры пока еще получают свою основную популярность, именно снимаясь в сериалах основного сезона. Я надеюсь, что этот сериал окажется удачным, не будет закрыт, как это часто делает телеканал НАУ через пару серий. Он у меня вызывает определенные сомнения, этот канал. Уж слишком он круто обращается со своими сериалами, которые по каким-то причинам его не устраивают. Но надеюсь, что история сильная, тем более, что ее хотели снимать еще в прошлом году, но по каким-то причинам перенесли премьеру на этот осенний сезон. И я надеюсь, что сценарий за это время был доработан в лучшую сторону. Посмотрим, что у них получилось и будем держать кулачки за то, чтобы сериал пользовался популярностью у турецкого зрителя. Теперь давайте посмотрим на рейтинг за среду 5 июня. Сериал «Основание осмам» потерял в Тутал и Вабе. Проект продюсера Мехмеда Ваздаа остается одним из самых востребованных сериалов турецкого эфира и уйдет на летний перерыв с вполне приличными показателями. Падение рейтингов летом вполне ожидаемо и происходит каждый год, поэтому никак не скажется на дальнейшей судьбе проекта. Сериал «Запах сундука» потерял в Тутал и Вабе. Пока не совсем понятно, связано ли падение с летним снижением аудитории или же зрителям не понравился уход главного героя. Это мы узнаем уже осенью, когда проект телеканала Шоу ТВ вернется в эфир. Сериал «Моя прекрасная жизнь» сделал финал, потеряв Тутал, но поднявшись в Вабе. Проект продюсера Керема Четая не стал большим хитом, однако закончил свое пребывание в эфире с вполне приличным результатом и отлично продаются за рубеж. Сериал «Камень, ножницы, бумага» сделал финал сезона, потеряв Тутал и Вабе. Сможет ли проект телеканала «Канал Д» завоевать капризную турецкую аудиторию в новом сезоне, мы узнаем уже осенью. Пока же его цифры более чем скромны, но не полностью провальны. Итак, наш новостной выпуск подошел к концу. Я встречусь с вами уже завтра с новым выпуском. А пока вы можете посмотреть мое видео с ответами на ваши вопросы о турецких сериалах и актерах по ссылке на видео, которое вы видите прямо перед собой на экране. Приятного вечера и до завтра! Субтитры создавал DimaTorzok